Мы каждый год не перестаем удивляться маразмам, которые происходят на просторах великой духовной страны в преддверии новогодних праздников. Встреча 21-го года, естественно, не стала исключением. Памятники, которым страшно смотреть в глаза, сказочные постановки от российских силовиков и просто съедающие мозг новогодние эфиры. Да не надо никуда стучать! Я уже во всем разобрался! Будьте готовы и запаситесь успокоительным. Мы переносимся в страну праздничных абсурдов. И начнем с новогоднего видеоперформанса от Росгвардии. Сюжет сказочного триллера незатейливый. Дедушка Мороз потерял бдительность. Этим воспользовалась бабка Яга и умыкнула у старика мешок с подарками. Конечно же, на помощь деду тут же пришли отважные росгвардейцы. 607-й. Сработала усадьба Деда Мороза. Проследование для осмотра. 11.55 время. Принял следую. Сотрудники Росгвардии задержали бабу Ягу. Отобрали мешок и вернули Деду Морозу. Да уж, похоже, у силовиков семь потов сошло, когда они пытались справиться с таким опасным преступником. Даже в сказочной постановке бравые ребята из Росгвардии произвели задержание того, кто априори не может за себя постоять и дать отпор. Согласитесь, все как в реальной жизни россиян. Впрочем, это быстро подметили и интернет-пользователи. Опять бабушку скрутили, только это и могут. Репетируют, как пенсионеров на митингах хватать будут. Вдвоем одну старуху скрутить это они могут. Комментарии из этой же оперы встретились и под музыкальной видеооткрыткой от Министерства внутренних дел РФ. Желаем меньше бить собственный народ, желаем бороться с реальной преступностью, а не в интернете. Не будет такого никогда. Но все же никакие поздравления от российских силовиков по количеству комментариев и обсуждений в сети не сравнятся с ней. Живой! Сейчас вытурят. За что? Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Аленка для нашего города. Это наш челлендж, наш стартап, наш бренд, наш хайп, пиар, оберег. Лук, визитная карточка города. И как сегодня говорят молодые, наш лук, то бишь образ. Знакомьтесь, это Аленушка, по легенде основательница города Нововоронеж, на месте которого раньше было село Новая Аленовка. Три дня назад, когда белая ткань пала, бравурная музыка тут же стихла. Миру явилась железная дева. А-а-а-а! Появление страшно красивого арт-объекта в Воронежской области переполошило всю Россию. И это понятно. Вы только взгляните на нее. Пронизывающий взгляд. Не правда ли? Кринж, пугающая непропорциональная фигура, странная отделка металлической поверхности. Главное, разумеется, лицо. Широко распахнутые, выпученные глаза, губы, будто бы растянутые в жуткой ухмылке. Ну не дать не взять персонажей ему ужасов. Ругают и тут же делают с ней фото. Аленушка ужасно притягательна у арт-объекта даже в будни. Люди, детей она явно пугает. Прохожие постарше, будто не веря глазам на фигуру, оглядываются. Аленка получилась плечистой, у нее грубые черты лица, массивные руки, слишком длинные пальцы. Вот так подарочек горожанам преподнесли ко дню города еще и под Новый год. Местные жители не просто возмутились и скорее испугались такого символа города. Плечи как у этого штангиста какого-то, пловца, героя. Монстр какой-то, глаза как у зомби. Можете себе представить, сколько перлов и шедевров родилось в интернете благодаря нововоронежской красавице? Вот суровое лицо нововоронежской реальности смотрит с картины Воснецова и с обертки известной шоколадки. Стальная женщина легко вписалась в сериал, где зима близко, еще успела обрасти и стала симпатично бородатой. Аленку сравнивали с персонажами хоррор-фильмов «Зомби» и «Медузы Горгоны». Интернет сообщества порадовали и воодушевляющие слова главы Нововоронежа перед открытием знаменитой «Стальной крестьянки». Приходите к Аленке, приносите ей цветы. Цветы ей приносите, говорит. Да, судя по ее лицу, она больше нуждается в жертвоприношениях. Назначайте тут свидание, загадывайте желание, возьмите за руку и помечтайте. И ваши мечты непременно сбудутся. Берегите Аленку, и Аленка будет беречь наш город, наш талисман. Но на своем месте новому талисману города простоять долго не удалось. Из-за неоднозначной реакции людей и многочисленных споров, демонический арт-объект демонтировали уже через несколько дней после его установки. Ее срезают газовой горелкой так, что пятки у Аленушки горят. Она не поддается, но в итоге 200-килограммовая скульптура все-таки повисает в воздухе. В кузове манипулятора женщина, вызвавшая такой накал страстей, выглядит, пожалуй, еще эксцентричней. Появление воронежской красавицы побудило интернет-пользователей вспомнить и другие российские арт-шедевры. Так все узнали, что у Аленушки из Нововоронежа есть сестра из Новосибирска. Группа скульптур состоит из двух мальчиков, запускающих воздушного змея и девочки с собачкой. Ее-то лицо и впечатлило горожан. Автор проекта Артем Ледяев утверждает, задумка была позитивной, носила дружественный характер, но в процессе что-то пошло не так. Люди вспомнили и про еще одну родственницу наводящих ужас российских Аленок – беременная Терешкова. Именно так в сети прозвали памятник первой женщине-космонавту, которую установили в Челябинске в конце 19-го года. Скульптура выглядит так, словно Терешкова на последних сроках беременности. Хотя скульптор изобразил не округлившийся живот, а шлем от скафандра. Ну а вы уж поверьте, все эти арт-недоразумения просто меркнут на фоне новогодних шоу и программ, которые рекой лились по российским федеральным каналам перед встречей 21-го года. Признаться, просматривая актуальную новогоднюю программу российского ТВ, не сразу понимаешь о встрече какого именно года идет речь. Из года в год картинка новогодних эфиров на российском ТВ не меняется от слова «совсем». Одни и те же студии, одни и те же песни, и главное – одни и те же лица. Для сравнения, вот «Голубой огонек» на «России-1» встречает 21-й год. Это 20-й. А это встреча 19-го года. Вы видите разницу? Согласитесь, сложный вопрос. С таким успехом «Россия-1» может ставить в новогодние эфиры выпуски «Огоньков» трехлетней давности, и никто ничего не заметит. Новый год с «Огоньком» встретишь с «Огоньком» и проведет! Зато как же пропагандисты пиарили в новостях праздничную телепрограмму в этом году. Проводим уходящий 20-й вместе с самыми поющими и пародирующими артистами. «Голубой огонек-2021» – это незабываемые танцы до утра, море смеха, оригинальные тосты, поздравления, любимые артисты. Можно еще добавить – любимые артисты, имена которых заставят многих из вас вспомнить детство. А многим вообще ни о чем не скажут. Вот, к примеру, «Песня года». Концерт десятилетиями собирает на сцене одних и тех же исполнителей, разбавляя их несколькими представителями современного шоу-бизнеса. А так на манеже все те же. Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Таисия Повалей, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Буйнов – это точно песня 2020 года. Мы все прыгаем, 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 и все несемся, не зная куда. Встречая Новый год, они постоянно оглядываются назад, а если точнее, в советское прошлое. И самое главное – все российские телеканалы делают это просто в унисон. Вот Андрей Малахов на «Россия-1» сидит за одним столом, все с теми же любимыми артистами и вспоминает самые приятные новогодние события юности. Танцуем, режем салаты и ностальдируем вместе с нами. Поет с ними песни. Пареньки, 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 стареньки. И смотрит новогоднее поздравление Леонида Брежнева. Ведь дети – это наше будущее. Мальчики и девочки. Придет время, вы тоже станете взрослыми. Была хорошая жизнь, была молодость. Мы все вообще, не знаю, жили распахнутым сердцем, общались, дружили и так далее. В новогоднем эфире «Раша-ТВ» отметились программы, посмотреть которые без пауз было совсем тяжело. Теперь изображение появилось. Только звук пропал. Надо срочно что-то делать. А мне, дядя Коля, так даже больше нравится. Сидит вон себе и не хрюкает. Очень сложно вообще как-либо комментировать подобное сумасшествие. Тем, кто, как и я, пошире, ставь прививки три-четыре, чтобы давить, давить числом и массою. Ах, пустышка. Ни к чему, ведь тебе нужнее. Ему лишь любовь, похожая на сон. Да уж, посмотрев такое шоу от начала и до конца, можно запросто получить психологическую травму. Только вдумайтесь, россияне лицезрят подобное каждый год. «Новый год, мандарин, дарит нам витамин, шампанская страсть, азарт!» «И каждой семье в Петрову оливье, ну так, на февраль и на марш...» Неудивительно, что на фоне всего увиденного плохо стало даже президенту РФ. «Этот год мы прошли вместе. С достоинством». Именно в таком виде калининградский телеканал «Каскад» показал новогоднее обращение Путина в своем эфире, случайно обрезав часть телевизионной картинки. В ней-то и скрылась верхняя половина лица президента РФ. И кажется, что в рамках всей этой вакханалии, которая происходила в предновогодние дни в России, такое видеообращение Путина смотрелось очень даже гармонично. «Все, что делает нас благородными и сильными». Ведь сколько ни рассказывай о величии и достижениях страны, уже всем ясно, что великая и духовная Россия в глазах всего цивилизованного мира на самом деле выглядит настоящим посмешищем.